Всем привет, с вами Александр и сегодня речь пойдет от компании LeapTech. ТОП 5 досок, по моему мнению, на что стоит обратить ваше внимание. Мой топчик открывает доска Cold Brew от компании LeapTech. В этом году это самый приемлемый вариант по цене. Что же он вам подарит? В первую очередь прогиб не BTX, а C2. Рокер посередине, кембер под одной ногой, кембер под другой ногой. Соответственно, на скорости вы чувствуете себя отлично, в парке, на трамплинах чувствуете отлично, и вне трассы вы себя чувствуете отлично. А самое главное, что есть в этой доске, женская и мужская версии. То есть доступны версии с талии narrow, зауженные, то есть это для девочек, и white для больших мальчиков, ну и, соответственно, стандартные ростовки для всех остальных желающих. Доска Cold Brew. Замечательный вариант, что присматривает доску LeapTech. Вторая фанерка от компании LeapTech, на которую стоит обратить внимание, на мой взгляд. Доска TRS на C2X прогибе и конструкции Firepower. Ура! Наконец-таки! Не просто поменяли крышку с базальтовой на традиционный пластик, а именно добавили X-образный стрингер базальтовый внутри доски. Что дает владельцу такая конструкция? Отзывчивость на скорости, передача усилий, торсионная жесткость от носа до хвоста в разы, в разы вырастает. Поэтому, как на трассе, как вне трассы, вы сразу ощутите разницу. Доска максимально будет похожа на доску Goldmember, также от компании LeapTech. Но при этом прайс у нее чуть поприятней. Вдобавок, за счет Firepower доска намного легче, чем ее версия с Horsepower. Зацените! А вот еще одна очень интересная модель от компании LeapTech. Double Deep. В первую очередь, она, конечно, спроектирована для фристайла вне трассы, по паузеру. Но это не значит, что вы не сможете кататься на ней и по трассе. Прогиб, как у TRS. Рокер посередине, два агрессивных кембера под ногами. Нос и хвост доски имеют очень плавный рокер, то есть легко поднимаются в обе стороны. Что это дастрайдеру? При приземлении в мягкий паузер доска не будет практически проваливаться. Будет легко и приятно выплывать. Дальше на скорости будет отлично вас держать. Как и на паузере, так и, соответственно, на трассе. Все это благодаря своему агрессивному прогибу. Плюс шейп, который у вас будет здорово вытаскивать вне трассы. Хочется, конечно, отметить, что, как я уже сказал, доска в первую очередь для фристайла вне трассы. Поэтому подается либо для людей, у кого достаточно большой размер ноги, то есть 11,5, либо люди, у кого размер ноги 12. Доска выполняет всего лишь в четырех ростовках 55, 59 и 63. И на всех версиях расширенная талия. То есть она не вайдовая и нестандартная. Миду-вайд. Но, соответственно, лучше юзать либо 11,5 US у вас нога, либо больше, чтобы вам было комфортно кататься по трассе. Ну, вне трассы вы понимаете, чем шире, тем лучше. Еще одна суперинтересная фанера, как для любителей скоростного спуска, так и для любителей фрирайда, про модель Hot Knife от Эрика Джексона. В первую очередь хочется отметить, что у этой фанерки прогиб C3. Три кембера. Один полный от носа до хвоста, второй под одной закладной, третий под второй закладной. Небольшой флэт-рокер посередине, который помогает вне трассы. В чем интересны, ребята, за счет прогиба C3 отлично держит на скорости, можно полосы скакать как и по бордер-кросси-трассе, так и по трамплинам. При желании может кто-то внедриться и поджимить. В паундре за счет своего нереально крутого шейпа, нос, вы можете обратить внимание, очень плавно переходит вверх, за счет чего доска будет здорово выплывать. Хвостяра максимально обрублен, плюс стойка смещена к ним уже. За счет этого все будет вас поднимать наверх. Благодаря этому доска нереально здорово будет ввести как не трассы, так и по трассе. Эта модель доступна как в традиционных растопках, так и в айдовых. Никто не останется в равнодушном данной модели. Вишенкой на торте от компании Лептех, по крайней мере для меня, является доска MC Wayfinder. Что про нее говорить? Вы просто посмотрите на эту фанеру, просто посмотрите, как она спроектирована. Фишовый традиционный хвост, значит то, что доска нереально маневренная в снегу. Очень нереально, очень широкий нос, плюс плавный серферский загиб наверх. Быстрая передача усилий в паудере, хорошая езда как и по полям, так и в лесу. Ростовка всего лишь 153, поэтому под ногами у вас будет настоящий шортборд. Если вы серфер, если вы хотите настоящее ощущение от серфинга, то MC Wayfinder вам точно придется по вкусу. И самое главное, какой прогиб? Рокер посередине, два кемблера под ногами. Это традиционный С2 прогиб. Но он не просто С2, это ЕС2. Соответственно, плавный переход к носу и хвосту доски. И небольшой эллиптический залом в хвосте и носу, что дает еще лучшую перекантовку на скорости. Конечно, никакого магнитрекшена, но ей не нужен. MC Wayfinder просто сказочная доска для паудера. Стоит на нее обратить внимание, пока она еще есть. Линейка от компании Лептех во много раз больше, чем я вам и рассказал. Если у вас возникают дополнительные какие-либо вопросы, оставляйте их в комментариях. Мы обязательно на них ответим. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Ставим лайки. Нажимаем на колокольчики, чтобы прилетали уведомления о новых видео. И, конечно, предыдущее видео здесь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok